Это сказка, которую написал Джанни Радари, итальянский писатель. Называется она «Танино-невидимка». Однажды мальчик по имени Танино пошел в школу, не выучив урока, и очень боялся, что учитель вызовет его. Ох, подумал он, если бы я мог стать невидимкой. Учитель начал урок с переклички, а когда дошел до Танино, тот ответил «Я здесь». Но никто его не услышал, и учитель, вздохнув, сказал «Жаль, что Танино не пришел сегодня в школу, я как раз хотела вызвать его. Если он заболел, будем надеяться, что несерьезно». Тут Танино понял, что стал невидимкой, как ему и хотелось. От радости он вскочил на свою парту и оттуда бухнулся прямо в корзину для бумаг. А затем стал бегать по классу, дергать ребят за волосы и опрокидывать чернильницы. В классе поднялся шум, все стали возмущаться и даже ссориться. Ребята обвиняли друг друга в том, чего никто из них не делал, ведь они не подозревали, что это проказы Танино-невидимки. Когда Танино надоела, наконец, эта игра, он ушел из школы и сел в троллейбус. Разумеется, он и не думал брать билеты, потому что кондуктор все равно его не видит. Он нашел свободное место и приспокойно уселся там. А на следующей остановке в троллейбус вошла сеньора с тяжелой сумкой, набитой продуктами. И хотела сесть как раз туда, где сидела Танино. Она видела, что место не занято. И, конечно, она села прямо к Танино на колено. Он почувствовал, что сейчас задохнется от тяжести. Сеньоровская челла закричала, что за сиденье в этом троллейбусе? Даже сесть нельзя как следует. Смотрите, я кладу сумку, она повисает в воздухе. На самом деле сумка лежала на коленях у Танино. В троллейбусе заспорили, и почти все пассажиры энергично выразили свое возмущение по поводу плохой работы троллейбусной службы. Танино вышел в центре города, проскользнул в одну кондитерскую, подошел к прилавку и начал загребать обеими руками карамель, шоколадные конфеты и всевозможные пирожные. Продавщица, заметив, что все исчезло с прилавка, решила, что виноват в этом почтенный старый сеньор, который покупал конфеты для своей тетушки. Сеньор возмутился. Я вор! Я вор! Да вы знаете, с кем вы разговариваете? Да вы знаете, кто был мой дед? Да знаете ли кто? Кто был мой прадед? И знать не желаю, заявила продавщица. Как вы позволяете себя оскорблять моего деда? Поднялся невероятный скандал. Танино-невидимка проскользнул под ногами какого-то лейтенанта и опять направился в школу. Там он увидел, как его одноклассники кубарем скатили с лестницы и шумною ватагой высыпали на улицу. А ребята его не видели. Танино напрасно старался обратить на себя внимание. Он подбегал то к одному, то к другому мальчику, дергал за волосы своего приятеля Роберто, продагал тянучку Гвискарда. Но они не видели и не слышали его, попросту не замечали. Их взгляды проходили сквозь Танино, словно через стекло. Усталый и немного напуганный, Танино вернулся домой. Мать стояла на балконе, с тревогой ожидая его. «Я здесь, мама!» – крикнул Танино. Но она не увидела и не услышала его, а продолжала тревожно смотреть на улицу. «Папа, вот и я!» – воскликнул Танино, зайдя в комнату и усевшись на свое обычное место за обеденным столом. Но отец не слышал его и продолжал ворчать. «Да что ж такое? Почему Танино так долго нет? Не случилась ли с ним какая беда?» «Но мама!» «Папа, я ведь здесь!» – кричал Танино. Но они не слышали его. «Я не хочу больше быть невидимкой!» – заплакал тогда Танино. И сердце у него разрывалось на части. «Хочу, чтобы отец видел меня, чтобы мама ругала меня, чтобы учитель вызвал меня отвечать урок. Я хочу играть с ребятами. Очень плохо быть невидимкой! Очень плохо быть одному!» Грустный он вышел на лестницу и спустился во двор. «А чего ты плачешь?» – спросил у него старик, гревшийся на солнышке возле ворот. «Ой, вы меня видите!» – обрадовался Танино. «Вижу, а что? Я каждый день вижу, как ты уходишь в школу и возвращаешься домой. А я почему-то никогда вас не замечала. Я знаю, на меня никто не обращает внимания. Старый, одинокий старик! С какой стати ребята будут замечать меня? Я для вас будто человек-невидимка!» Танино позвала в этот момент мать с балкона. «Мама, ты видишь меня?» «Ах, лучше б я тебя и не видела! Негодный ты, мальчишка! Поднимайся наверх, иди-ка сюда! Иди, сейчас отец покажет тебе!» «Бегу, мама, бегу!» – радостно закричала Танино. «И ты не боишься узбучки, которая тебя ожидает?» – засмеялся старик. Танино бросился ему на шею и расцеловал. «Вы спасли меня!» «Ну, это уже слишком!» – улыбнулся старик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok